Наслание к Кремлянам, 10 глава, 19 и 21 стихи. Исайя смело говорит, Меня нашли неисставшие меня, Я открылся не вопрошавшим о мне. А об Израиле же говорит, Целый день я простирал руки моих народов, Непослушному и ухоженному. Вот сегодня это прочитай православным. Но только для меня слово об Израиле. Слово Израиль, поставь русские, православные. И результат будет тот же самый. Ну, за диктор обряд, он прочитает. А в старобряках, я говорил, Целый день простирал руки моих к этому народу, Непослушному и упорному. Поставь слово Бартисты, сразу меняется. Не просто Израиль где-то, это я. И апостол Павел, просматривая всю историю мировую, Находит, что никто так не противился истине, Словам Божьим, как те, кому Слово Божие было послано. Чтобы человек сильный, Ахонт сказал, а вот он сильный, Это значит, действительно он сильный. И апостол Павел был одним из самых смелых людей. Он шел на смерть, хотя бы смерть грозила, Пойду в Иерусалим. И вдруг об Исаии говорит, а Исаии смело говорит. Такие слова сказать народу, Который кичился своей Богоизбранностью, Который, идя на поклонение, Иерусалим старался обойти Самарию, Чтобы не сквернить ног своих, Идя по этой дороге. Таково. Вот в Барнауле старый обряд старичок, Он никогда не ходил в трамвай, Чтобы не скверниться. А там нашелся человек и сказал ему, Ну ты идешь, где он, по трамвайным путям идут. А в трамвае-то сидят люди, Они же все равно скверняют через трамвай. Он тогда стал ходить между трамвайными путями, Между двух путей. Это состояние древнего Израиля. Оно в каждом из нас. Только в одном более гиперболично. Выпукло, видно. А на самом-то деле это все в нас сидит здесь. Какое надмение у этих православных патриарших, По отношению даже к нам, Только мы. А слова-то Божие нет. И противница Слову Божию, Не меньше, чем эти древние жиды, Точно так же. Господь говорит, Я целый день простирал руки мои, Да у Бога рук нету. И ног нету. Это все образно, Как будто бы над всем миром стоит властелин, И руки простирает, И убеждает, Бьет, В порошок истирает. Все равно за свою. Считаешь историю, Проходит несколько лет, Опять все идолы стоят на месте. Всех пророков твоих убили, Один я остался, И меня ищут. Ничего не меняется. И Саид смело говорит, Смелость эта нужна и нам, Попросить ее надо, Чтобы уметь подсказать друг другу, Чтобы это слово, Которое мы говорим, Оно бы ожило. Не подыгрывать друг другу. Говорят, Говорите все, Ругаете нас, Слово ругаете откуда, Замечание взял, Уже ругаете. Ты считай Библию, дорогой, И ты увидишь, Какими словами пророки расправлялись с народом, Хотя знали, Что за это им грозит смертная казнь. А прочитайте допрос Стефана. Говорит историю израильского народа, Как шли. Все нормально, кажется, Осталось только похлопать в ладоши, Иди домой. И он, наверное, меняет интонации, Жестаковые имя. Кого из пророков не игнали отцы ваши? И они побили его, правда. Христос говорит, Бог, прошедший на землю, Говорит людям о великих и важных делах, О том, как ожидается Мессия, Совсем согласны. И вдруг делает сравнение. Вот, посмотрите, Пророк Илья пришел, На сего нужда. Ему нужно быть у верного человека. Ну а почему он старел к Коседонску? Это и за границей. Пошел к казахам, к киргизам. Почему? И все поняли. Значит, у нас в Израиле Не нашлось никого такого. А вот и висей возьмите. И прокаженов-то хватало в Израиле. Это как сегодня суберкулезы в Барнауле. Ну, Однако же, Господь-то ведь исцеление Послал не Имана, Сириянину, В стране, Которая всегда враждовала против Позерия. Почему? Написано, Им мгновенно исполнили все ярости, Благочестивые иудеи, То есть христиане, И сразу пошли в атаку на Христа. Схватили его, Чтобы свергнуть со скалы С горы его, На которой стоял их город. Весь город будет испровергнут. Люди, как свиньи, Бросятся в море, утонут. Мы знаем историю этого города. Сегодня ведь то же самое. Скажи сегодня правду, Кто такой патриарх? Кто такие епископы? Они постоянно противятся Слову Божию. Вот сейчас прочитали Апостольское чтение. О чем? Раздаять или раздавай. Кому раздавать? Дальше-то нет ничего. А тогда было так, Это естественно. Увещеватель не выщевает. А то совершенно понятно было, Что ты не один, А кто-то есть, Кого надо выщевать. Это талант. У кого такой талант, Ты его развиваешь. И перечисляешь. Заново прочтите Сегодняшнее чтение И увидите, Там для одного, Для Мона, Ничего нет. Почему заповедь? К Богу, И сразу начинает подтверждение. И ближнее, Как самого себя. В каждом должен увидеть Бога. Откуда возникло это учение? В христианстве. Мона один ушел. Он не может ни одного слова выполнить. Увещеватель, увещеватель. Кого увещевать-то, Когда на сару запрячется? И ворошил, Еще в глубже полез в тайгу. Считай же те святые. И это сегодня продолжается то же самое. Кого любить? Монаха только. Но написано, Идите по всему миру. Куда это делать? Сектанты неправильно делают. Многое извращено. Но вот это они выполняют, Они идут. И не бойтесь, Вот это царь, Саасовская нам в осуждение. А вот смело сказать это. Сегодня-то ведь нигде, Это они скажут. И сразу начинают, Если я правильно буду крестить, Меня архиерей запретит. А если я так скажу, Я сказал. И что? Неретик, Сектант, Раскольник. Все же самые слова. Вы просите Бога, Чтобы Господь вам показал, В первую очередь, Кто вы, Каждый. Ведь вот, Считай это капельство. Непреоборимая заступница Божьей Матери. Так называется канон, Акапель Божьей Матери. Как кого он касается? Никого, Один монах сидит, Бугнит там где-то. Канон ангелу-хранителю. Прекрасные каноны. Я их считал, Знаю, Люблю. Но они все рассчитаны, Да только на тебя и общение Бога. Где вторая заповедь? Ты притвори эту заповедь сюда. И ангелы дославят Господа. Это просьба к Богу, Чтобы Бог побуждал ангелов славить Бога. Мы молимся не только за себя, Но и за ангелов. Сейчас считаем цватырное чтение. У нас такой глубокий смысл заложен, И такой провал, Ничего не делается из того, Что мы слышим. У нас треск идет, Слова летят, А ничего нету этого. Сегодняшнее одно только что считал. Притворить это, И уже все изменится. Но я простирал руки мои, Мои с большой буквы, Господь Бог, К народу непослушному, И упорному. Вот мы-то по отношению своих родителей, Все такие были. Нам запомнилось, Где слышали голос родителей, А ведь большинство это не слышали. Такие дети растут. И у детей такие же будут. Если нас еще не слушается, Беда да не полная. А вот когда Бога не слушается человек, Где он будет? Заминированное поле. Отступил брат, А чтобы брат ночью не захватил, Все поля все минировалось. А карта была у того, Кто минировал, Чтобы сами-то могли пройти. Но вот наступление, Отступили, Никаких карт не оставляются. Возле деревни только, На сто метров обошли, И сказали, Мин нету. Но люди-то остались жить в Белоруссии. У каждого коровы надо пасти. А там мины противотанковые. Пошла утром женщина, Подорвалась, Ее нету. Ничего вообще не остается. Следующий день, Год, два, три. Пахать надо. Пахать нельзя. Все поля номинированы. Как люди ждут того человека, Который сможет эти поля Снова в оборот спустить. Как мы не понимаем, Что без проповеди, Без обличения, Все вокруг грех. Человек не знает, Как поступать. Он ни одной заповеди не может сказать, Можно это или нельзя делать. Он не понимает этого. И Господь дал руководство. Незримо, нежно, Дух Святой будет касаться святым. Бог избирает От определенных людей Священниками, проповедниками. Но одновременно Вы все священники и цари. Не завидите царям. Вы тоже цари. Цари Бога Всевышнего. Вы царствуете над грехом, Над пороками. Я был мирской, Любил выпить, Теперь в рот не возьму. Почему я царь? Зеленый змей меня не задушит. Я священник Бога. Говорил плохие раньше слова. В рот ничего не возьму. Худого И изо рта не выпущу худого. Почему? А я священник Бога Всевышнего. Священодействие благовестия Мне вверено. Ты женщина, Ребенок. Это касается каждого. И при том не для себя. Все, что Бог дал талант, Не для себя. Право ставить, этого нет. Ты пришел, побыл, захватил. Вот теперь и сиди дома молить, Академ стоять и считай. Заедини на умершего канон 40 раз. И при том все тайно. Доходит эта молитва или нет. Прямого указания Божьей Матери молиться нет. Ангелу-хранителю молиться нет. Святым указания нет у этого в Писании. Я не против, я молюсь каждый день. Но не надо на этом останавливаться. Научись с Господом разговаривать просто. Вот я, Господи, и вот дети мои. А дети-то отражение родителей. Я с детьми начинаю заниматься, А они не стоят. Они бегают, видите, как они крутятся, Эндурно. Они стоять не могут. Прости, Господи, это моя вина. Куда не посмотрю, Дерево-то сухое. Подухлые листья. Это все наше. Столько лет же мы с неверующим мужем Или с неверующей женой, И на шаг не подвигаются. Почему? Они нас видят. Что-то. Мы не можем зажечь этим огнем благодати. Три тысячи за раз обращалось. У нас за раз всеобщие проповедовали одного крестили. Или еще прошлогоднего крестили. Весь город обошли практически. Сотни тысяч людей услышали от нас благовестия. И никого нет. Народ не тот, что раньше был. Тысячи мне обращаются. Михей Пророк 5.15 Говорит. И совершу в гневе, негодовании, мщение над народами, которые будут непослушны. Непослушным быть Богу, это вынести самому себе приговор. А послушным может быть тот, который слушает, слушает Бога. А чтобы Бога слушать, надо уметь с Ним разговаривать и уметь просить. Вот сейчас прямо зашел бы Господь, как его рисует, показал бы нам руки и ноги, мы бы все вдруг поверили. И сказал каждому, ну как в сказке говорится, проси чего ты хочешь, одну просьбу. Большинство людей попросили бы здоровья. Кто-то еще что-то. Кто-то ума попросил бы. Мы не знаем, чего просить. Просить нужно только одного запомнить, если он спередет, сейчас-то я говорю проповедь, а потом зайдет Иисус. Попросите Духа Святого. Просите Духа Святого. Не шевелитесь с места, не сойдут, дай Духа Святого. С Духом Святым все будет. Понимание, разумение. Ведь этого нет. Причина-то одна. Недуховный человек. Недуховный он может все исполнять, кланяться хорошо, по форме одеться, не пропускать ни одного богослужения. И все это будет пустое. Ревности не будет. Где Дух Святой, там ревность. Вот у нас сейчас богослужение начинается. Пять минут прошло, уже сидят на скамейках. Впереди вас, перед глазами, стоит человек, девятый десяток лет, ему никогда не садится. Вам не стыдно? Пять минут, посмотрел на счет Рома, пять минут. Вы думаете, от усталости это? Это сатана ноги подкусывает. Никому не было благовестия. И ноги эти сгнили уже, как прекрасные ноги благовествующих мир. Упорные, много раз уже говорил, не садитесь. А уже все уже не могут. Уже там гири какие-то навязаны. Ну пять-то минут, это немного же. Пять минут, повторяю. И уже сидят. Ну взрослите. Не послушали упорное. Я на эту тему много раз уже говорил. Эти слова примите к себе. Многие бегут на листалище. Награду получает один. Когда человек умирает, почему у православных, у католиков так много заупокоенных в молитвах? Почему уверенности там в спасении нет никакой? А вот теперь деньги будем валить попами, и они нас в рай протолкнут. Очередная подсмертная ложь. Если ты при жизни не бежал, а сидел, ничего у тебя не будет. Ты проспала свою жизнь. Нет ничего. И ты не можешь сказать, вот я и дети мои. Конечно, не эти дети, которые по плоти родились, и Христа, может, не знаю, которые пришли к Богу. Павел говорит, я родил вас благовестием моим. Проси у Бога этого деторождения. Иначе позор и посрамление ждет. Что-то поставь себе преграду. Я хотел бы сесть. Нет, не могу. Хотел бы облегчение дать. За какое же я имею право? Я думал, вот если сейчас сказали бы, Богу молиться нужно только кверху ногами вниз головой. Сейчас бы пришел домой и весь день тренироваться нашел. Каждый день утром, в ночь уставал бы, тренировался. И сказали, стоять уже два часа. Я знаю, в это время за секунд глаза, кровью наливился. Бог сделал по-другому как-то. Если Бог сказал, он знает, он все предусмотрел. Ну, маленько мысли на себя. Трясите. Что Дух Святой скажет? Нормально это или ненормально? Через пять минут придя в храм, ты уже падаешь. А на городе пашет, как трактор колхозный. Ремонта не требуется. Самые близкие люди, даже разбудить не можем их привести. Не ссылайтесь на болячки, а скажите, грех дал болезнь. И вот эти метастазы в храме выявляются. Болезни-то они от чего-то идут. Не просто от того, что ты тренированный был. Невоздержание в еде, невоздержание во сне, невоздержание в гневе. И все. Народ упорный. Я могу этого не говорить. Но слова такие же, как были. Совершил Господь в гневе негодование мщения. Римлянам 1.30. Люди стали изобретательны на зло. Непослушны родителям. Родители можете это подтвердить. А причину искать нигде это надо. В себе. Раны не поднимали. Заступали за детей. Этого не должно быть. А ты усилишь еще это требование. Посторонний дядя так за детьми не будет наблюдать, как ты. И каждого, кто сделает замещание, поблагодарю. Исайя смело говорит. Заметьте, я что говорю, эта смелость тоже нужна на это. Потому что кое с тем я могу нарушить отношения. А мне это зачем? Мне спокойная жизнь нужна. Но когда мы придем к Господу, и ты скажешь, вот это слово, которое я говорил, подействовало на тебя. Как мы обнимемся перед Господом и скажем, Дух Святой побудил нас сказать. А ты скажешь, Дух Святой побудил принять меня сказанное. Только об одном думайте. Исполни благодатью Духа Святого, чтобы слово, которое я говорю, не я, мещей сказал, не мещей, а Бог сказал. Оно должно быть принято. Римлянам 11.30. Как и вы, некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их. Он говорит, ко всем народам мира были непослушны. И все это припомните и сказать, Господи, Боже мой, ведь это слово ко мне, я был непослушный, ты мне ни голову не оторвал, у меня руки, я целые стою. Благодарю тебя, Господи. Но чем я быть терпеливым? С нежностью друг друга, сейчас считаю. С нежностью, значит, кто-то должен быть где-то, кому оказать эту нежность. Я говорил, что у нас намерение сегодня поехать даже через один район дальше. Удастся или нет. Нам нужна помощь. Мысленно я проигрываю все. Заходим в дом. Я заходил в дома. Люди не желают, отказываются. Грубо никто не прогоняет. Это очень редкий случай. Но остаются на месте. Под разными причинами. Да у нас еще сено не убрано. Ну что, пять пар баллов купил. Поле. Ну а главное, самое главное, я днелся, женой надо на пляж ездить. Вот вы оборудите сейчас. Город любой, зараженный. А большие города, такие как сам Петербург, он на полосе стоит, там одни миазмы. Ребенка не достигшего десяти лет туда ведут. Через всю страну. Есть ум или нет. Да неужели Духу Святому это угодно, чтобы дети были больными? Здесь живет ребенок здоровый, солнцем освещается. Чистая еда, все. Все это бросается к отец. Я смотрю, даже не безумное. До этого уровня еще люди не дожили. Да неужели верующие такие тупицы? Не понимают, что этого нельзя делать. Вы везете туда, там что, собрания будут верующие? Ты поехал из пустыни, где Слово Божие не звучит, и там дашь. Ничего этого нет. Что мир делает, с места на место катает? Кто собирался сейчас батюшка поехать? Ездил он, собирал пустые бутылки. Для доброго дела. Он меду добыл, чтобы отвезти, купил, съездил меду. Чтобы отвезти. Батюшка очень добрый. Я ему говорю, батюшка, вези Слово Божие. Он первый раз подошел и попросил четыре экземпляра. Последняя книга 24-го тома, открытый молоком. Четыре. А я говорю, а я, батюшка, когда ездил, 16 ящиков сразу вез, один. С пересадкой, с тремя пересадками, один. Никого нигде нет. Что вы боитесь насадиться? Что-то заработает, что-то подари, как ягодисты, свете или егод уходит. Он мне брат. Я говорю, а ты знаешь, что священники редко спасаются. Большая часть погибает. Серафим Саровский молился. Это Дух Святой подсказал о священниках молиться. А чего молиться-то он даже до конца не знал, видно. Но Бог все-таки открыл ему, что они погибшие. И как будто ни одного не спасаются. Смотри, не окажись на той стороне. Пастор спасется, а ты отражаешься там. Поревнуй. Едешь туда, будь благовестником. Если нет там благовестия, по этим мощам, по местным башкам, как Серафим, пользы никакой не будет. Польза тогда, когда ты будешь послушный. А они послушные, а они на другой стороне. Серафов 4, 26. Упорное сердце напоследок потерпит зло. И считай, сам себе скажу, все я знаю. Я сколько раз прошу, никакого пива, никакой брашки в дом не заносите. Разбивайте все на подходе. Понимаете, что это стоит сатана. Люди, которые лечили нетрадиционно что-то, нетрадиционная медицина. Все, как правило, связано с нечистой силой. Я только один раз в жизни видел такую бабушку, которая обратилась, поистине. И к ней пришли, полечи, там что-то случилось. И она видела, дверь открылась и зашел сатана. Не человек пришел, сатана. Ты идешь в магазин и понимаешь, там сатана ждет тебя с бутылкой. Что бы ты ни делал, лукавый всюду везде избавь нас от лукавого. Для чего это молитву внесено? Он везде и всюду рядом. Подбивает на злобу, на мстительность, чтобы отнять разум. Да неужели Духу Святого угодно, чтобы мы пьяные ходили? Чтобы мы на молитву не торопились. Добейте, чтобы дети ваши сами к вам обращались, искали вас, помолите. И чтобы хотя однажды вам удалось увидеть, как ребенок ваш тайно может. Я заранее скажу, больше разницы вам в жизни не испытать. Вы бы открыли дом, обычно как приходят, а ребенок уже в холодильнике опростал, залез туда. Он ворует. То, кажется, как кот в сметану слезал. А ты бы зашла, а он не слышал, как ты зашла. И ты видишь, как он слащит ребенок, стоит на коленях перед Богом. Перед священными изображениями. Молитесь об этом. Вам Дух Святой подскажет не другое, кроме того, что я говорю. И тогда скажешь, рядом встанешь на молитву, и скажешь, вот день, который я столько лет ждал. Сирахов 4,27. Упорное сердце будет обременено скорбями. Дети, не будьте упорны. Я уже второй раз тебе говорю. Третий раз. У вас ребенок назначен овец загонять. Вопросы ведь не решили. Он оправдывает, не приходит. Другому уже не отмахнет. Идите куда угодно. Я уже таких всего нынче встречал. Я сказал, вы загоните. И запишите. А вы родителям учите, да пройдите сколько раз не было. Посчитай, сколько стоит за день, и ему сразу отдайте тому деньги. Приучите детей к самостоятельности. А вот тот упорный. Обременено будет скорбями. И накажи его, крепко накажи. Это твоя работа. Ты за это получаешь. С тем рассчитай, что он за тебя загнал. По серьезным отнеситесь к детям. Сирахо 31.12. Нагибай шею его, вы, в юности. И сокрушай ребра его. Доколе оно молодо. Дабы сделавшись упорным, оно не вышло из поведомения тебе. Я говорю об упорстве. Ребро ребенка легко делается упорным. Сокрушай его. Хорошо его надо драть, наказывать. А потом будешь утешаться. В книге Исход 7.14. И сказал Господь Моисеев, упорное сердце фараона, он не хочет отпустить народ мой. Упорное сердце людей. Кто на Черное море куда-то собирается ехать. Ребенку до 10 лет. Он ничего не помнит, не знает. Все эти дни он тысячи километров и томится в духоте, в горе. Ничего вы не понимаете. Это ваше супер недуховное состояние. А ты бы искал на один день, чтобы ребенок только побыл здесь, где им занимаются. В Харазаконе 31.27. Умирая Моисей говорит. Ибо я знаю упорство твое к народу. И жестоковыльность твою. Жестокая шея. То есть не умеет поклониться, попросить прощения. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны перед Господом. Ни тем не более по смерти моей. А кто-то бы вышел и сказал. Да нет, Моисей, ты заповеди оставил, мы тебя будем любить. Опустили голову. Это слово осталось записано. Я вам говорю это, его упор не делать. Я могу эти же самые слова сказать. А мне не будет, никто не будет проходит. Вы вообще ничего не будете знать. Да не будет этого. Ты сразу скажешь, да не будет этого. Нееме 9.26. И сделали с упорным. И возмутились против тебя. И презрели закон твой. Убивали пророков твоих. Которые увещевали их обратиться к тебе. И делали великое оскорбление. Книга Нееме написана человеком, который претерпел пленение. И он начал там исследование. Почему это постигло нас? Почти 90 лет уже в проходе, как за рубеж были вытолкнуты 3-5 миллионов. Ни одного не нашлось человека. Ни одного. По крайней мере, в метеоратуре не осталось. Который сказал бы эти слова. Что мы были упорны. Библия не пользуется авторитетом. Люди не знали Бога, знали Попа. Батюшка, батюшка на каждом шагу. Все то же самое было. И Бог разорил весь Израиль. Перепахал его. И солью был посыпан. Чтобы ничто не росло. Стояли солдаты. Специальные, рабочие. Которые разрушали стену, чтобы камни на камне от стены не наставлены. Это же самое сегодня происходит со страной нашей. Такую громадную страну распузырили. Прости Господи. Ничего нигде нету. Осколки. Ведь дробят они сейчас и Российскую революцию. И вполне может быть, что она на куски разлетится. А почему ответ один упорно было с сердца человеческое. И в упорстве этому Попу его держали. Прямо служить Богу по Евангелию, о чем читало сегодня апостольское чтение, нигде не зовут. Неемея 9.29. Ты напоминал им обратиться к закону Твоему. Но они упорствовали. И не слушали заповедей Твоих. И отклонялись от уставов Твоих, которым жил бы человек, которыми, если бы исполнялось. И хребет свой сделали упорным. И шею свою держали упруго. И не слушали. Против заповедей, против уставов. А у нас не против заповедей. Убрали их и не дали народу. Наше состояние несравненно хуже. Те в плену хотя вспомнили. Да, вот тут я так поступал. А вот здесь так. Заповедь была нарушена. А вот здесь и устав нарушил. И брат мой нарушал. То есть они могли сравнение сделать в плену. Почему не было исследований? Я так думал. Потому что не с чем было исследовать. Они опять там Акафиста, опять свечи, тобой угли повезли, опять кадила. Все то же самое. И я не против того, о чем говорю. Но это все должно быть где-то на 105 месте. Главное это исследование крушения России. Почему так все случилось? Не было. Саламоперис Дадид 77,8 говорит. Чтобы нам не быть подобными отцам их. Родоупорному и мятежному, и устроенному сердцем в неверном Богу Духом Своем. И вспомните, как умирали ваши родители. Что они дали вам на как? Какой? Знали ли они Слово Божие? Подарили ли вам Библию? У сектантов, да, это есть. Баптисты, адвентисты, эгоисты. Любое. У правотарных этого нет. Если у нас осталась бы книга, счастовая книга, как имена называть, когда кто родится. Ну, а дедушки еще златоуст оставался. Ну, в Библии мы даже не слышали этого слова. Иеремия 6,28. Все они. Когда скажете, ну, зачем вы обобщаете? Частное делайте общим. Ну, были же другие. Сказать не надо. Пророк говорит, все они. Все. Упорные отступники. Не так, что отступник сказал, он сразу покаялся. Нет, они упорные. Они стоят на своем, упертые. Стоят на одном месте. Живут клеветаю. Ну, как есть и драйв клеветой? Весь. Это медь и железо. Все они развратители. Пророк Иеремия, а чего ты хотел? Чтобы не были развратители. Ну, добился этого, конечно, нет. Но он говорил, а Слово Божие сохранилось. Плач Иеремия. 1,20. Теперь уже плен наступил. И вот он плачет, пророк, и говорит, возри, Господи, ибо мне тесно. Волнуется во мне внутренность. Сердце мое перевернулось во мне. За то, что я упорно протирился тебе. Он за всего Израиля говорит. От мне обещалил меня меч. А дома. Как смерть. Ничего не меняется. Вот почему апостол Павел и говорит, что сам Бог об Израиле говорит. И целый день простирал руки к народу непослушному и упорному. И в конце добавляет, и не послушали. Мы пришли сегодня в храм, выйдем другими. Господи, избавь меня от упорства. Кто бы не дал мне какое обречение, я его тщательно разберу. Будьте внимательны. О чем я говорил? Я вчера говорил, выйдя вышли на улицу, о том, что батюшка уехал. Я об этом говорил ему. В храме, здесь, в алтаре, все открыто остаются. Ризы, которые каждый стоит многие тысячи рублей. Что можно в старости? С диаконом. Диаконом, помоги, посуды вынесите домой. Сохраните. Ведь завтра, если вы придете, пустой храм будет. Вы же прятаться будете. Скажете, а кто это знал? Я знал, что так не останется. Рано или поздно найдет сатана. Вынесите отсюда. Так всегда делалось. Ну дома-то мы уходим, запираем все. Почему храмы совершенно открыты? Такого нет нигде, чтобы не охраняли. Любое предприятие, анализация, решетка. У нас ничего нет. Окно, он даже полностью открыто. Ну и пусть оно открыто. Если пустое здесь будет. Упорное. Я много раз уже это говорил. Не слышали. Не будьте упорны и послушны. Ведь если украдут у сектантов Библии, у них тысячи Библии. У нас украдут, сейчас у нас ни одной нет. Мы что, на золото надеемся? И от этого гибнем. Один сказал, говорит, раньше, сегодня, говорит, причащаются. Раньше причащаются, говорит, золотыми сердцами из деревянных чаш. А сегодня деревянными сердцами из золотых чаш. Да не буду я упорным. Да буду послушным. И слово твое войдет пусть в оба уха. Пройдет оно до сердца. Наполнит руки моим. Чтобы я светился благодатью твоею. Аминь. Аминь.